В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В молодежную палату смогут попасть самовыдвиженцы. Такое решение приняли депутаты на заседании Думы. Личный помощник при чрезвычайных ситуациях МЧС России разработала мобильное приложение. Более 40 программ дополнительного образования. Дворец детского творчества готовится к новому учебному году. Далее расскажем обо всем подробно. Гелевые шары, небесные фонарики и другие летательные объекты запускать в небо на некоммерческих патриотическо-воспитательных мероприятиях запрещено. Соответствующее решение приняла Дума Сарова на очередной сессии. Также в местах проведения мероприятий участникам нельзя передвигаться на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Ответственность за соблюдение правил лежит на организаторах праздников. Также народные избранники обсудили дополнения к правилам отбора кандидатов в молодежную палату Сарова. Осенью обновят состав молодежной палаты. На протяжении двух лет ее члены принимали участие в заседаниях комитетов Гордумы, рабочих группах по различным темам, а также проводили семинары и конкурс молодежных проектов. Напомним, палату при городской думе Сарова образовали в 2021 году. В нее вошли 15 активных саровчан от общественных объединений, профсоюзных организаций, учебных заведений и других городских организаций. И если раньше претендовать на место в палате могли только представители организации, то теперь дорога открыта и для самовыдвиженцев. Тем самым мы открываем такую возможность ребятам, которые, может быть, занимаются предпринимательской деятельностью, или не работают, учатся, но не состоят в формальных общественных объединениях, не являются членами трудовых коллективов, или, например, трудовой коллектив уже дал свою кандидатуру. Самовыдвиженец должен будет собрать подписи саровчан, которые поддерживают его кандидатуру в составе палаты. Еще одно нововведение при отпоре кандидатов – возможность представлять свои социальные проекты, которые они хотели бы реализовать как члены молодежной палаты. Ранее процедура включала два этапа – подачу документов в аппарат думы и собеседование. Мы эти изменения рассмотрели на рабочей группе и договорились, что вполне себе предложения разумные, и мы рекомендовали их на комитет, на совместном заседании комитета рассмотрели данный проект решения и вынесли его на заседание думы. Поправки в положение о работе палаты дума приняла. Еще один вопрос в повестке заседания касался проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий на территории Сарова. Согласно новым требованиям во время некоммерческих мероприятий, выполняющих патриотическо-воспитательные функции, запрещено выпускать в небо гелиевые шары, небесные фонарики и иные летательные объекты. Также участникам запрещено передвигаться в местах проведения этих мероприятий на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Ответственность за заблюдение правил лежит на организаторах. В поликлинике номер один продолжается программа диспансеризации. Пройти обследование могут все желающие от 18 до 39 лет раз в три года, 40 лет ежегодно. Почему важно не пренебрегать диспансеризацией и людям в возрасте, и молодым, расскажем в нашем следующем репортаже. Главная цель диспансеризации – профилактика развития опасных болезней. Ее ежегодное прохождение поможет выявить факторы риска и обнаружить патологию на ранней стадии. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях и заболеваниях легких. По смертности они занимают лидирующие позиции. В диспансеризацию включено несколько обследований. Обязательно проверяется холестерин, уровень сахара крови, пациенту проводится ЭКГ, пациенту измеряется рост, вес. И по всем этим показателям доктор дает уже какие-либо рекомендации, что нужно отказаться от курения, что нужно снизить вес. Также врач может прописать препараты или подскажет, как предупредить развитие заболевания. Если пациенту требуется дополнительное обследование, его отправляют на второй этап диспансеризации и на консультацию к узким специалистам. С возрастом риск развития хронических заболеваний возрастает. И после 40 лет диспансеризацию надо проходить ежегодно. Но и более молодым пациентам врачи советуют не пренебрегать профилактическими осмотрами. Профилактикой нужно заниматься с молодого возраста. Не ждать, когда исполнится 50, 60 или 70 лет. Даже если нет особых проблем со здоровьем, нет каких-то наследственных факторов, нет предрасположенности какой-либо. Но пациент всегда может пройти и раз в год пройти профилактические мероприятия. Обязательно это нужно делать. Записаться можно через колл-центр 95511 или на портале пациента КБ номер 50. Напомним, что по закону в день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику один выходной день. Пройти обследование могут граждане в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года. Старше 40 каждый год. Храм во имя святого праведного Иова Многострадального осветят в Сарове в пятницу 28 июля. В 9 утра чина священия проведет митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Затем состоится божественная литургия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Упаковку и другие материалы будут использовать повторно. За их утилизацию начнут отвечать производители самостоятельно или через экологический сбор. Такой закон уже приняли в Госдуме. Бизнесу дадут время подготовиться к нововведениям, поэтому уровень утилизации упаковки увеличат постепенно. В 2025 году он составит 55%, в 2026 – 75%, а с 2027 года уже 100%. Кроме того, производители получат дополнительную мотивацию выпускать товар с экоупаковкой. Чем он экологичнее, тем меньше платеж эко-сбора. Процесс переработки проконтролируют. Для этого создадут реестр добросовестных утилизаторов. Школа здоровья «Современная диагностика и профилактика инсульта», посвященная Всемирному дню мозга, пройдет 29 июля с 10 до 11 часов в интерактивном классе поликлиники номер 2. В рамках мероприятия врач-невролог расскажет, как распознать инсульт, как оказать первую помощь при инсульте, какие существуют факторы риска развития инсульта и как предотвратить инсульт. Вход свободный, возрастное ограничение 16+. Приложение для мобильных устройств МЧС России поможет нижегородцам подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям. Жители региона могут воспользоваться функцией быстрого набора телефона экстренных оперативных служб 112 или отправить СМС-сообщение. Также приложение поможет определить координаты своего местоположения и копировать их для передачи экстренным оперативным службам. Подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям. Получить актуальную информацию о возможных рисках и угрозах теперь можно с помощью обновленного мобильного приложения МЧС России. Разработчики добавили функцию быстрого вызова экстренных служб. Также пользователи могут получать пуш-сообщения с экстренной информацией. Приложение МЧС России поможет определить координаты местоположения, скопировать их и передать экстренным оперативным службам. В разделе «Приложение. Что делать?» можно найти краткие инструкции с последовательностью действий и правилами поведения в экстренной ситуации. Здесь есть голосовой помощник, который озвучивает текст статьи. Раздел «МЧС советуют» – это хранилище знания о безопасности. В нем можно найти информацию о том, как избежать ЧС или как заранее подготовиться к возможным действиям, как правильно пользоваться отопительными приборами, как избежать укуса змеи или клеща, или как правильно подобрать огнетушитель и многое другое. А в разделе «Проверь свои знания» собрали различные тесты на знания того, как действовать в чрезвычайной ситуации. Раздел «Оказание первой помощи» расскажет, как помочь пострадавшему при кровотечении, ожоге, травме, сердечном приступе и т.д. В карте рисков можно найти ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах и рисках природного и техногенного характера. В разделе «Проверь свою готовность» разработчики собрали актуальные чек-листы. Отметив соответствующие шаги, можно посмотреть общий процент своей готовности к чрезвычайным ситуациям. Приложение «МЧС России» для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и RuStore. Коллекция пленочных фотоаппаратов 60-80-х годов пополнила экспозицию музея военно-исторической миниатюры. О новых экспонатах в нашей съемочной группе рассказал руководитель музея Вячеслав Лопашов. Фотоаппарат «Зенит» руководитель музея военно-исторической миниатюры Вячеслав Лопашов купил в 1981 году в Иркуте. Тогда он стоил приличных денег – целых 100 рублей. В Сарове таких фотоаппаратов достать было нельзя. С этим «Зенитом» у Вячеслава Викторовича связан интересный случай. Фотографировал в тундре, там уральские горы, хребты. И в один из прекрасных моментов я чувствую, что-то у меня на шее не хватает. А-а-а, фотоаппарат. Я его где-то оставил, в предыдущей где-то стояночке в тундре. Долго бежал, нашел. Вот он здесь, этот фотоаппарат, он представлен. Он живой, он работающий до сих пор. То есть все модели, кстати, действующие. В юности Вячеслав Лопашов посещал фотостудию при Доме пионеров. Там он научился правильно подбирать ракурс, красиво выставлять кадр. Позже работал в фотолаборатории цеха микроэлектроники на заводе в НЕВ. А самый первый фотоаппарат Вячеслава Викторовича – 72-кадровая «Чайка». Небольшая выставка фотоаппаратов в Музее военно-исторической миниатюры родилась спонтанно. За несколько лет у руководителя собралось несколько поколений различных фотоустройств прошлого столетия. Потом у меня появился вот «Любитель», вот этот вот фотоаппарат «Любитель-2» он назывался. Он мне достался разбитый. И я его склеил резиновым клеем, кое-где приклеили к нему прокладочки. А когда я фотографировал, щели с боков заклеил пластилином. Ну, вы знаете, у него кадр был 6х6 см, и было всего там 12 кадров у него всего в пленочке. На выставке представлены фотоаппараты «Москва. Смена». Первый стереофотоаппарат с двумя линзами. Фэды с выдвигающимся и станционарным объективами. Популярные мыльницы. С каждым экспонатом у Вячеслава Лопашова связана своя история. На стеллажах можно заметить и две дорожные кинокамеры 8 мм. Кассеты. Лампу для проявления. Фоторамки. Выставку иллюстрируют черно-белые снимки из личного архива Вячеслава Лопашова, на которых запечатлены городские молодежные мероприятия советского времени. Экспозиция интерактивная. Фотоаппараты можно взять в руки, узнать, как ими раньше фотографировали и какие механизмы использовали. Коллекция пленочных фотоаппаратов 60-80-х годов представлена в Музее военно-исторической миниатюры по адресу улица Силкина, 10А, здание ОБЦ. Дворец детского творчества уже готовится к новому учебному году. В учреждении откроют несколько новых направлений. Также на работу придут новые педагоги. Всего во Дворце детского творчества для ребят доступны более 40 программ дополнительного образования. Подробности далее. Дворец детского творчества вовсю готовится к встрече детей в новом учебном году. Сейчас в здании ремонтируют кабинеты, проводят косметический ремонт, закупают оборудование, а педагоги проходят курсы повышения квалификации. Также со следующего учебного года юные саровчане от 5 до 18 лет смогут записаться в новые объединения. С 1 сентября свои двери вновь откроет фотостудия во главе с новым педагогом, который продолжит дело Андрея Синельщикова. Новый виток развития получит объединение шахматы. Пришел молодой, активный педагог, который готов работать с ребятами и с маленькими, и с ребятами постарше. Традиционно востребовано объединение английского языка. И в этом году у нас молодой педагог Колодская Лариса Александровна набирает ребят 3-4 классов. Уже второй год подряд ребят 9-11 классов ждут в объединении «Физика плюс», где педагог Дарья Фельченкова знакомят с миром физики через лабораторные работы и увлекательные эксперименты. Старшеклассников, которые хотят научиться программировать на языке питон, ждут в объединении «Код юниор». Всего во Дворце детского творчества доступны более 40 программ дополнительного образования. Это и танцы, и вокал, и декоративно-прикладное творчество, и театральные объединения. То есть там, где у нас всегда желающих очень много. Запись в наше объединение уже идет с 1 июня 2023 года через портал «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области». Его адрес – R52-навигатор.дети. Через портал можно подать заявку на то или иное направление. После этого в период с 23 по 25 августа необходимо прийти на День открытых дверей и заполнить заявление на зачисление в бумажном варианте. Информацию о том, в какой день и для каких объединений проводится День открытых дверей, можно будет посмотреть на сайте Дворца детского творчества или в группе ВКонтакте. Мы собираемся в актовом зале Дворца детского творчества. Директор Светлана Анатольевна Калипанова представляет краткие итоги работы нашего учреждения за прошедший учебный год. Перспективы, это все кратко, да, пусть родители не пугаются, перспективы развития на этот учебный год. Представляются объединения, которые в этот день ждут ребят. И указывается, в каком кабинете ждет педагог, каких родителей. И уже родители после общего собрания расходятся по Дворцу, ходят, смотрят, знакомятся с педагогами. И уже выбирают, в какой кружок ребенок будет ходить. При наличии мест набор в объединение Дворца детского творчества проходит в течение всего учебного года. По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 9-52-32 после 21 августа. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.